Добрый день! Сегодня я вновь хочу вам рассказать последние новости из мира криптовалют. Комиссия по ценным бумагам Израиля намерена запретить криптовалютным компаниям торговать на фондовой бирже Тель-Авива. Глава ведомства заявил, что если основным направлением деятельности компании является криптовалютная индустрия, то они не позволят ей торговать. Если же у этой фирмы уже есть разрешение, его действие будет приостановлено. Предложение будет внесено на рассмотрение руководящего совета уже на следующей неделе, но не уточняется, о каких именно предприятиях пойдет речь. Напомним, ранее власти Израиля заявили о возможности создания национальной криптовалюты. Компания, специализирующаяся на переработке мусорных отходов, стала первым коммерческим предприятием в Соединенном Королевстве, принимающим криптовалюты за свои услуги. Об этом сообщает bitcoin.com. Инвесторы и компании по всему миру торгуют биткоином и другими криптовалютами. «Очевидно, что мы будем принимать биткоин как оплату от наших клиентов», – заявил пресс-секретарь компании Марк Холл. По его словам, они не заинтересованы в получении прибыли на росте курса биткоина. Для них это лишь дополнительный платежный канал. Компании убеждены, что эту платежную опцию будут использовать не только технологические компании, но и простые граждане, которые торгуют криптовалютой и добывают ее. Федеральная служба по интеллектуальной собственности приступила к реализации проекта по внедрению в систему аналитики и принятию решений на базе технологий распределенного реестра. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев. По его словам, в настоящее время Роспатент обсуждает этот проект с крупными банками. «Это будет не просто блокчейн-регистрация, а переход прав на интеллектуальную собственность. В следующем году операции с применением блокчейна будут осуществляться нашими правообладателями через наиболее крупные банки», – добавил глава Роспатента. Напомним, на днях Сбербанк России и Федеральная антивонопольная служба запустили проект по цифровому взаимодействию с банками и хозяйствующими субъектами на основе блокчейна. Ну а у меня на этом все. До скорой встречи!